Добрый вечер, дорогие братья и сестры! В этот вечер я хотел бы обратить наше внимание на одну из притч Иисуса Христа. Живя на этой земле и совершая служение, Иисус часто говорил притчами. И они были обращены как к простому народу, к Его ученикам, так же и к фарисеям, к книжникам и к первосвященникам. Давайте мы откроем Священное Писание на 15 главе Евангелия от Луки и прочитаем с 1 по 7 стихи. Здесь описывается притча о заблудшей овце. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Важный момент, братья и сестры, который мы должны понимать. Притчи в Израиле – это не развлекательный жанр. И это даже не поучительный рассказ о морали и какой-то нравственности, направленной на большой круг людей. Или, скажем, не на ограниченный круг людей. Притчи в Израиле – это были практические упражнения для учеников раввинистических школ. Это помогало им усваивать важное знание при изучении Торы. Мы помним с вами, что Тора в переводе означает «закон». Евреи, они Торой считают пять первых книг Библии. Это «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». То есть мы видим с вами, что притчи были одним из инструментов процесса обучения. Потому Иисуса не раз называли равви, что значит «учитель». И у каждого из раввинов того времени были свои ученики, которые порой годами следовали за своими учителями и перенимая их знания. И говоря вот притчами, Иисус как бы показывает, что все слушатели являются Его потенциальными учениками. Как вы думаете, братья и сестры, кому была обращена вот эта притча, которую мы только что с вами прочитали? Она была обращена к фарисеям и книжникам. Книжники и фарисеи они роптали, но Иисус им говорит следующую притчу. Когда мы читаем с вами вот эти первые стихи 15 главы, мы видим, что духовные лидеры Израиля, они упрекали Иисуса в том, что Он общается с мытарями и грешниками. Первый стих нам говорит, приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. В Израиле того времени фраза «Ест или пьет с ними» она говорила о тесном общении. Все дело в том, что правоверные евреи, они не ходили в гости грешника, и они не звали их к себе домой. И уж тем более они с ними вместе не сидели за одним столом и не кушали. Вообще притча о потерянной овце – это иллюстрация. Эта притча иллюстрирует отношение к Богу грешным людям. Среди многих образов, используемых в Библии для описания отношений Бога с людьми, вот один из самых распространенных – это образ пастыря и его овцы. Вспомните 22-й псалом, где Давид впервые написал «Господь – пастырь мой!» Он ведет своих овец к злачным пажетям, он ищет им водопой, он выбирает для них хорошую дорогу, безопасную дорогу, он заботится и охраняет их. Первые христиане, они часто рисовали Иисуса в виде молодого, доброго пастыря. Сам Иисус часто использовал этот образ, называя себя добрым пастырем. На прошлой неделе в нашем братстве проходила пастырская конференция именно под этим названием – «Добрый пастырь». Не знаю, братья и сестры, нравится ли вам, что вас, когда вас называют овцами? Если вы спросите у маленьких детей, какими животными они хотели бы стать или быть, вряд ли вы его услышите в ответ «овца». Более того, люди используют слово «овца», когда хотят оскорбить человека. Подразумевается, что этот человек, он безвольный, не имеющий своего мнения и просто следующий из-за стада. Тем не менее, это животные, с которыми христиан чаще всего сравнивают в Библии. Возможно, это потому, что они естественным образом собираются вместе. Вообще, овцы – они очень социальные существа. Они любят жить группами. Может быть, это из-за того, насколько встревоженными они могут быть? Их пугает даже лист бумаги, который развивается на ветру. Гроза вообще может их повергнуть в панику. Или, возможно, это их отношение с пастырем. Овцы способны узнавать человеческие лица и голоса, запоминая их годами. Они не будут следовать за кем попало, но будут слышать и повиноваться голосу своего пастыря. Итак, Иисус сидел, вероятнее всего, это, возможно, было в синагоге, и проповедовал Слово Божие. Как обычно, вокруг него начинала образовываться толпа. Иисус привлекал не только порядочных людей и респектабельных граждан. К нему подтянулись даже были и мытари, и блудницы, и самые отъявленные грешники тянулись к Иисусу, как магнит. Там же были и фарисеи, и книжники. И они словно по сигналу начинают роптать. Как он смеет общаться с такими грешниками, говорили они. В ответ Иисус рассказывает им три притчи о потерянном и найденном. Это притча о заблудшей овце, о потерянной драхме, и самая знаменитая из всех трех притчей, которые он рассказывал им. Это притча о блудном сыне. Вообще, всю пятнадцатую главу можно назвать потерянная и найденная. Все три притчи, они говорят об одном. Бог горячо заинтересован в покаянии грешников. Богу дорога каждая заблудшая человеческая душа. И Бог ищет погибающие души для того, чтобы привести их к себе. Как и со всеми его притчами, Иисус рассказывает эту историю, чтобы проиллюстрировать для нас какую-то важную духовную истину. Иисус вообще понимал силу простой истории. История, которая способна построить мост от одного сердца к другому, и затем по этому мосту может пройти истина. Размышляя над этой маленькой притчей, я хотел бы обратить ваше внимание на три такие важные параллели, где все мы похожи на эту маленькую овечку, затерявшуюся. Первая параллель. Она заблудилась. Овца заблудилась. Овца имеет инстинктивную склонность к блужданию. Овца ест пучок зеленой травы. Затем, когда он заканчивается, она смотрит вперед и видит следующий пучок зеленой травы. Она подходит к нему, ест его. И потом еще и еще. И таким образом она все дальше и дальше отдаляется от своего стада. Библия говорит нам, Исайя 53 глава 6 стих, «Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу». Грешник, он не следует пути Бога. Он следует своими путями. Но и мы, верующие люди, мы также выбираем пучок травы позеленей, по нашему вкусу, затем еще и еще. И мы сами того не понимая, как это случилось, мы все дальше и дальше отдаляемся от своего пастыря. Но чем дальше овца находится вдали от своего пастуха, тем хуже и опаснее становится ее положение, тем хуже и опаснее обстоят ее дела. Хочу вам рассказать историю об одной известной овце. Если быть точным, это был мериносовый баран, который прославился в 2004 году в Новой Зеландии. Как и в притче Иисуса, он заблудился и в течение шести лет жил в пещерах. Конечно, за это время у него выросла огромная шерсть, потому что его никто не стриг. И когда его нашли и спустили вот с гор, где он странствовал там, его стрижка вот эта проходила в прямом эфире национального телевидения. И затем многие телеканалы по всему миру показывали вот эти небольшие сюжеты об этом в своих новостных выпусках. Возможно, даже из вас кто-то это видел. С него было срезано 27 килограмм шерсти, что достаточно было для пошива десяти мужских пальто или двадцати мужских костюмов. У большинства овец, которых стригут каждый год, шерсть весит около четырех килограмм. В течение шести лет эта бедная овца носила на себе в шесть раз больше обычного веса своей шерсти только потому, что она была вдалеке от своего пастыря. Братья и сестры, чем дольше мы находимся вдали от нашего Господа, чем дальше мы удаляемся от Божьих путей, тем больше мы несем на себе груза, который нам не нужно на себе нести и не нужно себя обременять им. Вот почему Христос говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11, 28. Будучи нашим пастырем, Иисус предлагает сделать то же самое и для нас. Он готов нести бремя, которое нам никогда не предназначалось нести. Он это делает, потому что любит нас. И это второе сходство между нами и вот этой заблудшей овечкой в истории Иисуса Христа. Да, овечка заблудилась, но она не была оставлена, она не была забыта, и она не была безразлична пастыру. Ей сочувствовали, сострадали и ее любили. Так как пастыру было не безразлично, та самая одна овечка, заблудшая овечка, он оставляет остальные 99 овец и отправляется на поиски той, которая заблудилась. Это делает любовь. Иисус однажды так описал цель своего прихода в мир. Луки, 19 глава, 10 стих. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Иисус любит нас. Вызенится Его око. Он пришел в этот мир в поисках вашей души. Он выбрал гвозди и крест для того, чтобы завоевать ваше сердце. И это именно любовь заставила Его искать эту заблудшую овцу. Логика, она нам подсказывает совершенно обратное. Оставайся с 99. Ведь это всего лишь одна овца. Но любовь говорит противоположное. У Него могло быть тысяча овец или миллион овец, но Иисус все равно бы пошел за этой одной. Мир научил нас не обращать внимания на малое. Даже читая Библию, мы видим кого прежде всего? Авраама, Моисея, Давида в Ветхом Завете, Петра, Иоанна, Якова, Павла в Новом Завете. Но от нас ускользает имя ученика, который принес обет мальчика Иисусу и много других не столь известных имен. А сколько в Библии есть масса людей, имена которых вообще не упомянуты? Слава Богу, что Иисус Христос доступен для всех людей этого мира. Слава Богу за то, что Он каждого из нас знает по имени. И слава Богу, что Он может и будет использовать тех, кого мы считаем не столь важными во славу Своего Царства. В этом тексте есть слово для тех из нас, кто является просто одним из 99. Да, основной смысл этой притчи, содержащейся в 15 главе Евангелия Луки, он состоит в том, чтобы объяснить, почему Иисус принимает грешников и я с ними. Он это делает, чтобы научить нас, что тот, кто потерян, он так же важен, как и тот, который уже нашелся. Тем не менее, если мы с вами на мгновение заглянем немножко дальше известных личностей, руководителей, директоров и так далее, мы увидим множество людей. Посмотрите, мимо единицы, и вы увидите 99. Еще один важный момент, который я хотел бы отметить, на один момент важный в этой притче, это то, чьи это были овцы. 99 овец в пустыне были такими же овцами пастори, как и та, которая заблудилась. Пастор имел к ним такую же любовь, как и к той одной. Он, который с любовью вел их ранее на злачные пажики, зеленые пажики, к тихим водам, он любил их. Все 99, они так же принадлежали пастору, и он так же сильно их любил. Если мы с вами прочитаем этот текст немножко дальше, мы увидим, что те 99 были праведниками. Пастор не искал 99, чтобы привести их на место одного, но пастор искал одного, чтобы привести его туда, где были остальные 99. Он одобрял не то, что один заблудился, а то, что другие были праведниками. Конечной целью пасторя было воссоединить одного с 99. Это те люди, которые поступают благочестиво, которые ходят в страхе перед Богом, они находятся в правильном месте и в правильных отношениях со своим пасторем. Братья и сестры, большинство из нас, присутствующих здесь в этом зале, представляют именно вот эти 99 овец. Может быть, вам не хватает внимания служителей, или, может быть, вы задаетесь вопросом, почему какой-то человек живет неправильной жизнью, а пастора постоянно с ним возятся. Дорогие друзья, знайте, что пасторя благодарят Бога каждый день за вас, но они не могут оставить тех, кто оступился, кто заблудился, или кто живет в грехе. Но вы верные, 99, которые регулярно посещают собрания, участвуют в служении, которые заботятся о немощных и сами живут благочестивой жизнью. Без вас евангелизация одного, она была бы бессмысленной, потому что цель пастора вернуть заблудшую овцу к вам, спасенным праведникам. Это не означает, что все 99 были совершенными и безгрешными, потому что мы все согрешили и лишены славы Божьей, но они уже покаялись и обрели спасение. Они уже отдали свою жизнь Господу и продемонстрировали это благочестиво следуя за Господа. Они были уже в стаде добровольно и они учились у своего пастыря. Они уже спасены, освящены и наполнены Святым Духом. Иисус умер на кресте за наши грехи. Чтобы мы могли научиться прощать, чтобы мы могли получить прощение раз и навсегда и жить вот с этим добрым пастыром вечно. На том самом кресте Христос спас нас от владычества греха, от смерти. Он вырвал нас из самого края ада. На том самом кресте Он искупил, исцелил и восстановил нас. 22-й псалом. Это прекрасный псалом, в котором Бог показан, как заботливый пастырь, который заботится о всех ста своих овцах. В этом псалме подробно описывается, что добрый пастырь делает для нас. Он обеспечивает нас, Он утешает нас, Он исцеляет, восстанавливает нас, Он благословляет и кормит нас, и защищает нас. И если этого было недостаточно, Он умер за нас. Евангелие от Иоанна, 10-я глава, 11-й стих, сам Иисус провозгласил, «Я есть пастырь добрый, пастырь полагает жизнь свою за овец». Кто твой пастырь? Чей голос? Слушайте вы, братья и сестры. Остерегайтесь, потому что есть пастыри, которые хотят, чтобы вы были обмануты, введены в заблуждение, в обольщение, чтобы увести вас от этого доброго пастыря. Такие пастыри были и в одни Иисуса Христа. Были такие религиозные лидеры, которые были нравственными и духовными наставниками своего времени, якобы указывающим людям на Бога, а сами были исполнены лицемерия. И Иисус знал, что они ведут людей в духовную пустыню. Иисус видит и любит не в общем людей. Иисус любит каждого человека в отдельности. Мы все с вами когда-то были заблудшими овцами, которых нашел Иисус. Он принес нас на своих руках, и в честь нашего покаяния была великая радость на небесах. И это третий важный момент. Иисус не только ищет заблудших, Он не только любит нас, но Он не радуется возвращению. Итак, третий параллель это радость возвращения. Обратите внимание, что произошло, когда пастырь нашел заблудшую овечку. Он не ругает ее, он не берет кнут и не гонит ее обратно к стаду. Он взял ее на руки и несет обратно. На Варикаме вы все видели картину возможно в воскресной школе, где изображен Иисус, а у него на плечах лежит маленькая чистенькая беленькая овечка. Но ведь на самом деле это далеко от реальной картины. Мы же знаем, как на самом деле выглядят овцы, тем более заблудшие овцы. А теперь представьте, кто из нас взял бы себе, взвалил на плечи вонючую, извивающуюся, покрытую колючками овцу, которая доставила вам серьезные неудобства. Но именно так мы выглядим духовно, когда Иисус находит нас в нашем заблудшем состоянии. Мы вонючие, грязные, мы покрыты грехом, и мы доставили Ему большие неудобства. Но Христос, Он искренне радуется возвращению заблудшей овцы домой. И Он празднует это событие. Давайте прочитаем вот этот кульминационный момент притчи. Пятый стих нашей главы. «И найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со Мною, я нашел мою попавшую овцу». И на случай, если смысл этой притчи все еще непонятен, Иисус прямо добавляет в следующем стихе, говоря, «Говорю вам, что так на небесах об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Иисус не просто говорит эту фразу и идет дальше. Он хотел, чтобы Его слушатели эту фразу запомнили, подчеркнули, выделили жирным шрифтом. Сразу после этой притчи Он говорит еще две, две притчи, каждую с похожим сюжетом. Далее была притча о женщине, у которой было 10 серебряных монет, драх, и она одну из них потеряла. Она подметает весь свой дом, она обыскивает каждый уголок, пока не найдет ее, и в конце концов, когда она ее находит, она призывает соседей, чтобы вместе с ней порадовались, и заключает 15 главу притча о блудном сыне, который тратит все свое умение на беспутную жизнь свою, и как только он приходит в себя и возвращается в родной дом, отец устраивает пир в честь его возвращения. Хотя мы можем это понять, не правда ли? Может быть, мы никогда не теряли овцу, драхму или сына, но сколько раз вы теряли ключи, кошелек или мобильный телефон, и вы суетитесь, думаете, куда я мог это положить? Вы обыскиваете каждый уголок, вы снимаете диванные подушки, вы роетесь в кармане пальто или куртки, заглядываете под диван, под стол и вдруг так далее. И когда вы, наконец, нашли то, что вы потеряли, какая радость наполняет, не правда ли, братья и сестры? Возможно, вы, наверное, этого не делали, но, возможно, и вам хотелось сделать пир по этому поводу. Иисус в 10 стихе говорит так, «Так, говорю вам, бывает радость перед ангелами Божьими об одном грешнике кающемся». В книге, точно как Иисус, Макс Лукада пишет, «Почему Иисус и ангелы ликуют, когда кается хоть хотя бы один грешник? Может, они видят то, чего не видим мы? Знают ли они то, что неизвестно нам? Разумеется! Они знают, что ожидает нас на небесах. Они видели стол, слышали музыку, им не терпится увидеть наше лицо. Когда вы окажетесь там, еще лучше им не терпится увидеть вас. Когда же с вами, когда мы с вами попадем на этот пир, произойдет нечто чудесное, произойдет окончательная эта трансформация, и мы точно станем такие, как Иисус. Божий труд будет завершен. Наконец-то у вас будет такое же сердце, как и у Иисуса Христа. вы будете любить совершенной любовью, вы будете поклоняться сияющим лицом, вы будете слышать каждое Божье слово. Ваше сердце будет чистым, слова будут подобны драгоценным камням, а мысли сокровища. Вы будете в точности, как Иисус, у вас наконец-то будет сердце, как у Него. Братья и сестры, может быть сравнение с овцами не так уж и плохо. Быть заблудшим нехорошо, но когда тебя ищут, когда тебя любят, а после того, как найдут, еще устраивают пир, то оно того стоит. Даже Иисуса называли Агнцем Божиим. А кто из нас не хотел бы быть похожим на Иисуса Христа? Бог Он не ждет, пока мы каким-то образом найдем себя или соберемся, или покаемся сами. Он проявляет инициативу, Он ищет нас, пока мы теряемся в своей греховности. Все, что делает овца, это признает, что она заблудилась. Если вы себя чувствуете сегодня духовно потерянными, знайте, что вы небезразличны Иисусу Христу. Если вы где-то оступились, если вы упустили Бога из фокуса своей жизни, помните, что Иисус любит вас, и Он пришел в этот мир, чтобы найти вас. Однако, в отличие от заблудшей овцы, вы знаете дорогу домой. Доверьтесь Иисусу Христу, как Ангнцу Божьему, который умер за ваши грехи, а затем примите Его, как пастыря своей души. следуйте за Ним, и Он обязательно вас приведет домой. Это будет благословенный путь. И если вы это сделаете прямо сейчас, то ангелы на небе в этот вечер будут радоваться и торжествовать вашу честь. Аминь. Встанем для молитвы. Аминь. Любящий наш Господь и Бог, сердце наше преисполнено благодарностью к Тебе за то, что к нам таким грешным, несовершенным Ты явил такую любовь, послал своего Сына, своего единородного Сына на эту землю, где столько зла, где столько греха, где столько грязи. Я благодарю Тебя за то, что когда мы блуждали в этом мире, Господи, Ты нас нашел. Я благодарю Тебя за то, что мы могли услышать Твой голос, Господи, и благодарю Тебя за радость следования за Тобою. Это так радостно осознавать, что мы имеем такого пастыря, который любит нас, заботится, который печется о нас, который хранит нас, который оберегает и благословляет всю нашу жизнь, который рядом с нами во всех обстоятельствах. Дорогой Спаситель, я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя как личного своего Спасителя, кто еще Тебя не знает как своего доброго пастыря. Духом Святым работай в каждом сердце, Господь. Я прошу Тебя, чтобы в это благоприятное время больше и больше было людей, которые бы познавали Тебя, которые бы слышали Твой голос и следовали за Тобой, Господь, и знали Тебя как личного своего Спасителя. Я прошу, чтобы в этом собрании не было никого, кто, Господи, не познает Тебя, как своего пастыря. Спасибо Тебе за верность Твою, за любовь Твою, за Слово Твое, за Его силу и за Ее действие в нашей жизни. Помоги нам жить и поступать по Слову Твоему, и ободряться и назидаться Словом Твоим. Тебя славим, Тебе поклоняемся и благодарим за все нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас, церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.